Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правовое поле», совместный проект национальной телевидении и прокуратуре суббики, и я, ведущий Альберт Петров. Буквально на днях 12 декабря этого года исполнилась 20 лет самому главному закону страны – Конституции Российской Федерации. Она закрепила основные права человека, охраняемые государством, провозгласив их высшей ценностью, в том числе право на личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища, свободу передвижения, выбор места жительства и пребывания. Однако в ней есть оговорка. В определенных предусмотренных законных случаях государство может и обязано ограничить некоторые права граждан в целях защиты прав других лиц, привлечения к предусмотренным законам ответственности. И здесь важно не ошибиться правоохранительным органам, принять правильные и, самое главное, законные решения. Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с соблюдением конституционного права граждан в уголовном судопроизводстве. К сожалению, никто не застрахован от возможности стать участником уголовного процесса, будь то потерпевший или, наоборот, обвиняемый, впосредствии посудимый или даже осужденный. Важно грамотно порвиться самими правами в такой ситуации. Куда обратиться, если они нарушены? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в нашей передаче. Сегодня у нас в студии заместитель начальника отдела по участию прокуроров в рассмотрении уголовного дела с судами прокуратуры республики Виктор Анатольевич Калашников. Здравствуйте, Виктор Анатольевич. Здравствуйте. Вы работаете в отделе, который организует и контролирует работу прокуроров, участвующих в суде в качестве государственных обвинителей. Для наших телезрителей, наверное, необходимо уточнить, все-таки, когда участие государственного обвинителя обязательно в суде? Ну, фактически, участие государственного обвинителя в суде обязательно практически по большинству уголовных дел. По большинству уголовных дел частно-публичного и публичного обвинений. А также при рассмотрении судами уголовных дел частного обвинения в том случае, если уголовное дело было возбуждено дознавателями либо следователем. То есть в таких случаях участие государственного обвинителя прямо предусмотрено законом в суде. Вы говорите, что есть дела частного обвинения. Я так понимаю, что по этим делам государственные обвинители не участвуют. Это какие дела? Ну, по закону предусмотрено три статьи частного обвинения, по которым участие государственного обвинителя не является обязательным. То есть это побои, это причинение легкого вреда здоровью, если это вред причинен не из хулиганских побуждений, и клевета. То есть по таким делам участие государственного обвинителя, как я уже сказал ранее, является обязательным в том случае, если уголовное дело было возбуждено дознавательно. И еще есть немаловажный нюанс, что участие государственного именителя также является обязательным, если потерпевший выступает несовершеннолетним. То есть вы сами понимаете о том, что несовершеннолетний в силу своего возраста не всегда способен защитить свои права, и поэтому в таких случаях прокурор, как представитель государства, как раз вступает в процесс для того, чтобы в полной мере защитить права несовершеннолетнего потерпевшего. Все уголовные дела, насколько известно, расследуются следователями к дознавателям и направляются в суд прокурора. Казалось бы, прокурор, когда направляет уголовное дело в суд, уже полностью проверяет законность выносимого решения, допустимость доказательств, наличие действительно вины человека, который обвиняется в совершении преступления. Возникает вопрос, вроде как есть сторона защиты, имеется в виду сам подсудимый и его адвокат, есть потерпевший, который тоже может, кстати, нанять адвоката. В чем тогда общая роль государственного обвинителя? Ну, как вы сами понимаете, во-первых, не все потерпевшие имеют такую возможность нанять адвоката в силу разной причины. Как правило, это все упирается, конечно, в отсутствие денег. А во-вторых, сами понимаете о том, что после направления уголовного дела в суд следствие не заканчивается. То есть на то оно и называется предварительное следствие, поскольку те выводы, которые изложены следователем в обвинительном заключении, то есть это выводы о доказанности вины подсудимого, также выводы о квалификации его действия, они не являются обязательными для суда. То есть суд вправе их заново оценить, и такое же право имеется у государственного обвинителя. То есть государственный обвинитель должен, исходя из тех доказательств, которые собраны следователем, из тех доказательств, которые имеются у нас в ходе судебного разбирательства, дать оценку, уже окончательную оценку действиям виновного лица. То есть это обязанность как раз государственного обвинителя в процессе. И поэтому в данном случае у нас основополагающий принцип соседательности сторон и реализуется в судебном процессе. То есть тогда, когда с одной стороны сторона обвинения, с другой стороны сторона защиты активно пользуются предоставленным законом правами на представление доказательств. То есть зачастую назначаются дополнительные экспертизы, допрашиваются свидетели по делу. И в конце стороны должны прийти к каким-то определенным выводам. То есть доказана вина подсудимого, либо недоказана. А могут быть представлены, допустим, новое доказательство? Да. Государственные обвинители также пользуются своими правами по представлению новых доказательств. То есть если, как бывает, пробелы следствия восполняются, они в ходе судебного разбирательства со стороной обвинения, какой является государственный обвинитель, который представляет и дополнительные доказательства по делу. Как известно, что в любом случае решение принимает суд. Удавалось ли государственным обвинителям каким-либо образом повлиять на тренирование судебной практики? Да, удавалось. У нас имеется такая практика, поскольку это касается тех уголовных дел, которые ранее прекращались судами по разным основаниям. То есть, разъясню нашим телезрителям, что законом предусмотрена такая возможность, точнее суду дано такое право прекращать уголовное преследование по различным основаниям. Это примирение потерпевшего и виновного лица, это деятельное раскаяние подсудимого, заглаживание причиненного вреда и иные основания. И данным правом суд должен пользоваться очень, по нашему мнению, аккуратно, поскольку это касается неотвратимости, это принцип неотвратимости доказательств. То есть, то, что, по нашему мнению, каждое лицо должно все-таки нести соразмерную ответственность за совершенные им противоправные деяния, которые запрещены законом. Потому что бывали такие случаи, что виновное лицо, имея материальные ресурсы, имея возможности деньгами загладить причиненный его действиями вред, получало право на прекращение уголовного преследования. И таким образом, это виновное лицо становилось неравным положением с тем виновным лицом, у которого не было таких денег, и он не мог при всем его желании загладить вред потерпевшему, и в отношении него уголовное преследование не было бы прекращено. На наш взгляд, эта ситуация была не совсем правильна, и мы ориентировали наших государственных обвинителей, в первую очередь, на то, чтобы они отстаивали позицию прокуратуры о том, что каждое виновное лицо должно нести соразмерную ответственность, совершенную его деянием. В этой связи я хотел бы отметить такие уголовные дела, связанные с дорожным транспортным происшествием, когда по неосторожности наступила смерть потерпевшего. В таких случаях родственники погибшего лица признаются потерпевшими в уголовном процессе, и они могут получить возмещение морального вреда со стороны виновного лица. Это с законом не запрещено, это их право, и мы здесь, естественно, не можем каким-то образом возражать против того, чтобы виновное лицо загладило причиненный вред. Вместе с тем, мы полагаем, что по таким делам прекращение уголовного преследования в связи с примирением сторон является не совсем верным. И с нашей позиции согласился Верховный суд, и такие уголовные дела прекращаются лишь в крайне редких случаях. В обществе сложилось мнение, что вообще его прокуратура воспринимается как карательный орган. То есть, если судебный участок прокурор, государственный обвинитель другому, то он обязательно должен обвинять. То есть, любой ценой обязательно должен обвинить, чтобы человек понес наказание, неважно, какими путями. Скажите, вот задача государственного обвинителя заключается только в том, чтобы обвинять, или все-таки у него есть какие-то другие функции, в том числе по обеспечению законности в суде, по защите прав не только подсудимых, не только, прошу прощения, потерпевших, но и подсудимых, и даже осужденных? Ну, знаете, это, наверное, не совсем правильная позиция считать, что государственный обвинитель – это лишь обвинитель, который должен любыми способами, скажем так, наказать человека и посадить его в тюрьму. Здесь несколько неверная позиция, поскольку, согласно нашему отраслевому приказу генерального прокурора об участии государственного обвинителя в судебном разбирательстве, так и уголовно-процессуальным кодексом, предусмотрена обязанность государственных обвинителей отказываться от обвинения в том случае, если это обвинение не нашло объективного подтверждения представленными по делу доказательствами. То есть это обязанность государственного обвинителя не поддерживать обвинение, если оно не доказано. Поскольку в данном случае государственный обвинитель выступает гарантом защиты не только прав потерпевшего, но гарантом соблюдения конституционных прав и обвиняемого лица, для того, чтобы ни одно невиновное лицо не понесло незаслуженного наказания. Пусть не обижаются на меня мои коллеги-следователи, но нередко бывает так, что действия виновных лиц квалифицируются одни и те же действия двумя статьями, тремя статьями. И обязанность государственного обвинителя в данном случае как раз исключить вот это излишне предъявленное обвинение, поскольку иное противоречивало бы требованию закона. И в данном случае государственный обвинитель никоим образом не действует по такому принципу, что была бы статья, а человек найдется. Нет. Именно обязанность государственного обвинителя поддерживать обвинение, исходя из точного, беспрекословного соблюдения всех требований закона. Такие случаи возникали, допустим, когда выносился какой-либо приговор, но он не вполне законный, скажем так. Есть ли возможности у государственного обвинителя обжалывать этот приговор или он подрежал государственному обвинению и все, на этом моя функция закончилась? Конечно же нет. У государственного обвинителя имеется предоставленного законом 10-дневный срок для обжалования судебного решения, неправосудного судебного решения, когда судом допущены какие-то ошибки при квалификации действия подсудимого, когда судом допущены ошибки при назначении виновному наказания. То есть в таких случаях государственный обвинитель и его обязанность отреагировать путем внесения апелляционного представления на неправосудное судебное решение. Для того, чтобы это судебное решение было предметом рассмотрения уже суда в вышестоящей инстанции. Такие случаи на практике бывают. Но, как правило, судебные ошибки исправляются как раз по представлениям государственных обвинителей, которые вовремя выявляют эти ошибки и вносят соответствующие представления. Ну вот, просто хотелось бы также уточнить. Дело в том, что сам по себе незаконным приговором ведь может повлечь еще и другие негативные последствия, в том числе государство. В том числе право на реабилитацию. Хотя оно, в принципе, может быть и необоснованное. Право на реабилитацию со стороны, скажем так, осужденного. Были ли на практике случаи, когда действительно прокурорам удавалось оспаривать незаконные решения, которые, в принципе, могли устранить и дальнейшие негативные последствия для государства, в том числе? Ну, я хотел бы немножко уточнить, что право на реабилитацию все-таки это конституционно закрепленное право лица, который подвергся незаконному уголовному преследованию требовать возмещения от государства морального вреда и возмещения каких-то материальных затрат, которые были понесены в связи с этим незаконным уголовным преследованием. Но это мы и касаемся вопроса незаконного преследования. Тогда, когда лицу необоснованно было предъявлено обвинение, и суд впоследствии, либо органы предварительного следствия от этого обвинения отказались, и человек приобрел право на реабилитацию. В данном случае это законное право лица оправданного, и в данном случае, естественно, органы прокуратуры никак не могут возражать против этого. Но что касается необоснованного признания права на реабилитацию лица, то в данном случае органы прокуратуры реагируют, и должны реагировать они, исходя из требований закона. Касаясь конкретного примера, можно привести такой пример. Недавно был постановлен приговор на Чебосадским городским судом в отношении лица, чьи действия были квалифицированы по двум статьям. Одни и те же действия по двум взаимосключающим статьям. Ну, бывает, что следователь допускает такие ошибки при квалификации. В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель занял правильную позицию, исключил излишне предъявленное обвинение, эквалицировав действия виновного лица по той статье, по которой он и должен подлежать уголовной ответственности. Однако суд занял ошибочную позицию, указав о том, что, коль скоро государственный обвинитель исключил часть обвинения, то за виновным лицом должно быть признано право на реабилитацию. Хочу разъяснить, что признание права на реабилитацию – это связь от того, что впоследствии это лицо может обратиться к государству с иском о взыскании из средств федерального бюджета тех денег. А он обратился? Да, это лицо обратилось в взыскании, в возмещении морального вреда. Который, казалось бы, виновный в совершении преступления. Да, абсолютно верно. Да, да, да. То есть это виновное лицо, поскольку его действия, они все равно были признаны виновным, подпадающим под конкретную статью Уголовного кодекса. Оно обратилось к государству с иском о возмещении морального вреда. Мы вовремя прореагировали на вот это необоснованное, на наш взгляд, судебное решение. Мы обжаловали его, оно уже вступило в законную силу, мы обжаловали его в Президиуме Верховного Суда Чувашской Республики. И совсем недавно 13 декабря 2013 года состоялось заседание Президиума, где суди согласились с нашим мнением о том, что за все-таки этим виновным лицом судом был необоснованно признан право на реабилитацию, и в этой части решение было отменено. А есть ли возможность обжалования дальнейшего приговора суда, даже если оно вступило в законную силу? Да, я как уже сказал, что имеется возможность и обжалования вступившего в законную силу судебных решений, но в данном случае это уже право принадлежит не государственным обвинителям районных и городских прокуратур, которые поддерживают обвинения в суде первой инстанции, а сотрудникам аппарата прокуратуры Чувашской Республики, которые уже вносят кассационные представления на вступившего в законную силу судебные решения, которые по тем или иным основаниям являются необоснованными. Какая сегодня ситуация и практика аппаратационного и конституционного обжалования приговоров прокурорами в Республике? И по каким вообще критериям оценивается качество работы именно органов прокуратуры по обжалованию приговоров, если они, допустим, по их мнению, незаконны или необоснованы? Ну, основными критериями является то, чтобы, проще говоря, виновное лицо понесло заслуженное и справедливое наказание за те действия, которые подпадают под действия уголовного закона, а также, чтобы ни одно невиновное лицо не было привлечено к необоснованной уголовной ответственности. То есть вот эти основные постулаты, на которых и строится работа государственного обвинителя. В данном случае и как раз по закону вот эти акты реагирования государственных обвинителей на неправосудное судебное решение, внесение апелляционных представлений, впоследствии внесение конституционных представлений, они направлены на то, чтобы каждое судебное решение было все-таки законным. И в данном случае эффективность обжалования государственного обвинителя неправосудных приговоров составляет более 87%, что является достаточно высоким показателем среди прокуратур, субъектов Российской Федерации. А качество внесения конституционных представлений на судебное решение, вступившего в законную силу, то качество составляет 100%. То есть это говорит о том, что очень-очень часто, в большинстве даже случаев, не побоюсь этого слова, государственные обвинители вносят правильные и обоснованные представления. То есть фактически в большинстве случаев, практически, да, можно сказать, единичный случай, когда прокурор не отреагировал, то есть в основном приговоры отменяются или изменяются по представлениям? Да, государственные обвинители вовремя выявляют все-таки эти ошибки и вносят апелляционные представления для того, чтобы эту ошибку устранить. Ну и, соответственно, возникает вопрос, что касается качества представлений. То есть, наверное, на это тоже обращается внимание в честь того, чтобы вечно раз тоже не загромождать работа ни себя, ни судей для того, чтобы не вносить необоснованное представление, которое отклоняется. Наверное, это тоже критерий работы. Да, вы абсолютно правы. Мы следим за тем, чтобы вносимые апелляционные представления все-таки соответствовали требованиям закона. Поскольку и не секрет, что один день судебного разбирательства в Верховном суде Чувашской республики и как в любом Верховном суде субъекта Российской Федерации стоит очень недешево, и эти затраты возмещаются из средств федерального бюджета, то, естественно, мы ориентируем государственных обвинителей на то, чтобы не допускать внесения необоснованных, немотивированных апелляционных представлений для того, чтобы не писать ради бумаги. То есть, каждое апелляционное представление должно быть направлено лишь на устранение судебных ошибок. Просто писать для того, чтобы написать бумагу, мы, конечно же, государственным обвинителям не даем. Мы опять же ушли в сторону обвинения. А как насчет прав самих осужденных? То есть, вносится ли прокурорное представление, допустим, на какие-либо приговоры, по их мнению, незаконные или необоснованные, в защиту прав указанных категорий граждан? Ну, коль скоро мы ранее затронули такой вопрос эффективности и качества апелляционного обжалования, то хотелось бы в связи с этим отметить, что практически все, даже, я бы сказал, подавляющее большинство апелляционных представлений и конституционных представлений, которые вносились в органы прокуратуры, были направлены на защиту как раз прав осужденных. Мы таким образом устраняли допущенные судебные ошибки при назначении осужденным более строгого наказания, чем то, за которое они заслуживают. В тех случаях, когда судом по ряду причин не были признаны в качестве смещающих наказания обстоятельств, возмещение ущерба по делу, наличие на издевение малолетних детей, либо деятельное раскаяние и помощь следствию в расследовании уголовного преступления. То есть, те обстоятельства, которые должны были, но по каким-то причинам не были учтены судом при назначении наказания. Вот эти все ошибки были уже впоследствии устранены как раз путем реагирования и путем вмешательства прокурора, который вносил представление. Поэтому здесь, в данном случае, можно даже сказать о том, что органы прокуратуры защищают и права осужденных. Не секрет, что не все обладают участники процесса необходимыми юридическими познаниями. То есть, для того, чтобы грамотно подготовить жалобу, допустим, направить ее в суд, для того, чтобы оценить законность приговора, не всегда есть необходимое знание. Могут ли участники процесса обратиться к прокурору, для того, чтобы он посмотрел законность приговора и, соответственно, принял решение о возможности его обжалования? Да, конечно, могут. И осужденные, и потерпевшие активно этим правом пользуются. То есть, в наш отдел поступило за, вот сейчас, вот из тех же период этого года, более полутора тысяч жалоб, в которых заявители обращали внимание на допущенные, на их взгляд, ошибки судом. Мы каждую жалобу разбираем, мы изучаем судебные постановления, запрашиваем у государственных обвинителей районного и городского звена какие-то дополнительные материалы по делу. Мы анализируем со всех сторон, составившись по делу, решения и принимаем, в данном случае, если у нас имеются основания, принимаем решения и для дальнейшего обжалования. Вплоть до обращения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с представлением о внесении уже надзорных представлений. А есть удовлетворенные жалобы? Да, есть удовлетворенные жалобы. За этот год их более 50 жалоб, по которым мы уже путем реагирования, путем внесения конституционного представления обращались в президент Верховного суда. Именно по обращениям граждан? Да, именно по обращениям граждан. С 1 января этого года вступили изменения в уголовно-процессуальный обкодекс, которые коснулись как раз-таки вопросов обжалования, приговоров и иных решений суда. Какие принципиальные отличия вы можете отметить? Что вообще существенно нового появилось? Ну, как основные отличия, это можно отметить то обстоятельство, что с 1 января 2013 года Верховный суд Чувашской Республики проверяет решение нежестоящих судов не в конституционном, а в апелляционном порядке. Что означает, что суды исследуют доказательства по делу, допрашивают свидетелей, потерпевших, подсудимого. И в таком случае может суд и прийти совершенно иным выводом по делу и вынести даже новый приговор. То есть это ношество. Другой новеллой является то обстоятельство, что в настоящее время решение судей Верховного суда Чувашской Республики об отказе в передаче жалобы осужденной на рассмотрение президиума не обжаловаться, как иначе, когда это было до этого, когда решение судьи могло быть обжаловано председателем Верховного суда, а затем впоследствии уже и вышестоящий суд. Вот с последним изменением прокуратура, генеральная прокуратура не согласилась. Мы полагаем, что данное изменение является неконституционным и поскольку нарушает права граждан обжаловать судебное решение и защищаться любыми незапрещенными законным способами. Поскольку, как следует из буквы закона, постановление судей Верховного суда Российской Федерации может быть обжаловано председателем Верховного суда Российской Федерации, тогда как постановление судей Верховного суда субъекта дальнейшему обжалованию не подлежит. То есть являются фактически последней инстанцией, да? Да, да. Являются последней инстанцией, что фактически ограничивают право того же самоосужденного обжаловать и в дальнейшей инстанции, в случае несогласия. Генеральная прокуратура в настоящее время готовит предложение в Верховный суд Российской Федерации, в Конституционный суд, для обращения в Конституционный суд, для того, чтобы признать данную норму закона неконституционной. Спасибо, Виктор Анатольевич, за столь содержательный разговор. Соблюдение Конституционного права граждан в уголовном суде имеет важное значение, поскольку уголовное преследование всегда связано с государственным принуждением, определенными ограничениями, решением в суде. Да, конечные точки всегда ставят в суд, однако конечные, но не последние. Очень многое зависит от активности участников процесса, и прокурор, как гарант соблюдения законности, может и должен при необходимости защитить права, независимо от процессуального положения, даже в случае, когда казалось бы, что правосудие совершено. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова